Два томатных соуса, господа. Классический томатный соус, я вас сегодня удивлю этим соусом, и классический соус провансаль. Тоже томатный, но абсолютно другой. Итак, два томатных соуса. Начнем с классического томатного соуса. Первое, что мне понадобится, это свиная грудинка. Ну, казалось бы, где томатный соус, а где свиная грудинка. Но вместе с тем, классика предполагает использование свиной грудинки. Сейчас возьму немного свиной грудинки и вот так вот ее нарежу. Нарежу ее сравнительно мелко. И скажу вам больше, она в соусе не будет. Я ее удалю, она нужна только для вкуса. Вот это свиная грудинка. Теперь мне понадобится, естественно, шалот и чеснок и морковь. Я сейчас возьму миску. Вот брошу шалот, брошу немного чеснока сюда, чтобы почистить. Залью водой и отрежу кусок красивой моркови. Вот так. Вода. Сейчас я почищу эти овощи. Вот шалот. Эти овощи дают нам вкус. И вкус, и понятное дело, опять же, они в соусе присутствовать не будут. Вот это вот странная очень история, но порой нам приходится с продуктами относиться вот так вот жестоко. То есть порой их просто выбрасывать за ненадобностью. То есть они отдали вкусы и до свидания. Чеснок. И сейчас морковь. Вот. Ну, теперь очевидно, что я нарежу лук. Сравнительно мелко, для того, чтобы лучше из него забрать всякие вкусные вещества. Чеснок пока полежит в сторонке. И морковка. Я тоже нарежу ее сравнительно мелко, чтобы она хорошенько поработала в томатном соусе. Потому что сегодня томатный соус, классический томатный соус, такой, каким он должен быть. Вот готовить я буду в сотейнике, в котором одновременно можно обжаривать все. Так удобнее, чтобы не пачкать сковородку. Я сразу же возьму сотейник и нагреваю. Сливочное масло. Вот здесь важно сливочное масло. Сейчас оно будет растоплено в сотейнике. Вы скажете, ну, грудинка жирная и так. Но все равно ее нужно обжарить в эту грудинку на сливочном масле. На масле, на любом. Но в данном случае мне очень важно масло как раз сливочное. Сейчас оно растопится. И я начну жарить грудинку. Вот именно с нее нужно начинать, чтобы уже ароматы грудинки входили вот в это вот самое сливочное масло. Потому что сливочное масло, как всякий жир, является хорошим проводником вкусом, друзья. Поэтому все вкусности, собственно, всегда делаются в присутствии либо растительного масла, либо масла сливочного. Это будет классический томатный соус. Ну, вы знаете, друзья, что вся кулинарная классика в основном она появилась во Франции, конечно же. Франция – это родина кулинарной классики. И даже если сейчас Франция несколько потеряла свои позиции, как кулинарной мировой Мекки, то что касается таких кандовых классических рецептов, конечно же, это Франция. И их важно знать для того, чтобы мы имели право импровизировать и фантазировать дальше. Но для того, чтобы это делать, нужно знать классику, собственно, вот то, что я вам сегодня и показываю здесь. Вот как хорошенько сейчас обжаривается грудинка. На профессиональном языке, можно сказать, колируется грудинка. Теперь шалот и морковка. Эта грудинка пытается постреливать, потому что она варена-копченая. Вот здесь я должен обжарить все это до появления хоть какой-нибудь корочки. Поэтому здесь нужно жарить достаточно сильно. Это уже не назовешь пассирование, а это именно обжарка, потому что только пассирование, этот термин, не предполагает образование корочки на том, что мы обжариваем с маслом. Поэтому это обжаривание, но не пассирование. Пахнет вкусно, пахнет уже вкусно. Собственно, это уже можно есть, друзья, это уже можно взять ложкой. Вот сюда пару яиц выбить, так разве что без морковки. Вы знаете, будет очень хорошо. То есть, хотели томатный соус, получили яичницу. Так бывает. Пока я это говорил, у меня уже неплохо здесь обжарились овощи и свиная грудинка. И теперь главный герой у меня сегодня, как вы понимаете, друзья, это томат. Обычное томатное пюре. Это может быть томатная паста, это могут быть протертые помидоры. Но лучше без семян и без кожицы. Что-то однородное. Потому что мой соус томатный, классический, он должен быть однородным. И вот теперь я... Смотрите, как сравнить намного томата. Его прогрею немного. Вот это уже называется прогревание томата. Считается, что из томата уходит такая нотка кислоты. При прогревании его вот в сотейнике или на сковороде. Вот он немножко сейчас прогрет. И теперь я возьму чуть-чуть муки. Это для последующего загущения, друзья. Немного муки, она сейчас прогреется. Вот так я чуть-чуть присыпаю муку. Это загуститель. Это пока вот такой вот, видите, концентрат. Томатный концентрат. И теперь сюда обычный светлый бульон. Говяжий бульон. Вот считайте, что обычный говяжий бульон. Он у меня в этом сотейничке. Вот так. И, собственно говоря, теперь соус начинает булькать. С добавлением еще и небольшого количества чеснока. Я сейчас возьму чеснок. Сделаю с ним вот так. Опять же, это для вкуса. И положу в соус. Вот теперь, друзья, вся вот эта история должна булькать где-то часа полтора. Ну, разве что я сейчас сразу же могу взять соль. Пока немного. Я всегда корректирую вкус в конце. Так правильно себя вести на кухне. Капельку сахара. Маленький огонечек. Маленький нагрев. Спокойное кипение. Видите, абсолютно спокойное кипение. Чтобы не пригорело, это очень важно. И я отправляюсь на полтора часа заниматься другими делами. И так прошло полтора часа. Я напомню, друзья, что сегодня я готовлю два классических томатных соуса. Они принципиально разные. Один называется томатный соус, другой называется соус провансаль. Напомню. Сейчас у меня на плите стоит томатный соус. Он варился полтора часа. На маленьком-маленьком огне. Я не боялся оставить так сотейник, потому что нагрев очень спокойный, и сотейник все эти полтора часа стоял под крышкой. Что в большой степени исключало загущение этой консистенции, которая есть в кастрюле, потому что пар конденсируется и капает назад. Но если бы я боялся, если бы я хотел, допустим, уйти подольше, заниматься другими делами, не полтора часа, а больше, я бы, смотрите, что сделал. Я бы сделал элементарную, так называемую, водяную баню. Я бы поставил сковородку на плиту. Вот так. Это я включаю большой нагрев. У меня сейчас на кухне есть чайник, у меня есть кипяток, так будет быстрее. Я наливаю сюда, в общем, воду, которая должна закипеть в этой самой сковородке. Сейчас мы посмотрим на этот процесс. Сейчас вода сомнительно быстро закипит, потому что она была нагрета. Ну, видно, в общем, что она горячая. И теперь я ставлю сотейник вот так в сковородку с водой. И вот тогда я могу уйти даже надолго. Я могу уйти или просто не отвлекаться на этот соус. Я могу заниматься на кухне другими делами. И спокойно этот сотейник будет очень равномерно. И я бы сказал, нежно, аккуратно нагреваться на водяной бане. И соус будет постепенно, постепенно набирать вкус. То есть вот такая техника вполне допустима на кухне. И можно тогда быть уверенным в том, что соус будет хорош. Скажу вам, что ряд соусов часто требует вот такого очень бережного нагрева. Поэтому вот такая вот технология, такое вот устройство водяной бане позволяет повару реже соус перемешивать, не бояться, что он пригорит. И быть уверенным в том, что нагрев идет очень равномерно. И вот не появится никакого пригорелого вкуса. Мы не потеряем часть соуса, потому что он может пристать к дну сотейника. Значит, его уже будет меньше и так далее. Вот, смотрите, абсолютно спокойная, аккуратная технология работы. Но это еще не все с соусом, потому что прошло полтора часа. Все ингредиенты там поженились. Сейчас у томатной базы очень хороший вкус. Но мне нужно добавить еще немного вкуса сюда, в конце. Потому что это уже называется специи, друзья. Их сразу добавлять нельзя, ибо мы их все равно можем потерять. Поэтому, смотрите, я беру пару веточек тимьяна. С ним нужно быть аккуратным, достаточно сильная травка. Вот у меня уже пусть все стоит на водяной бане, это абсолютно нормально. Значит, тимьян пошел вот так сюда. Немного молотого белого перца. Вот так сюда. И маленький лавровый листик. Чтобы не переборщить со вкусом лаврового листа. Вот так. И вот теперь я утоплю сейчас тимьян. Вот теперь уже идет дополнительное образование вкусов в этом самом томатном соусе. И теперь мы можем подержать соус еще совсем немного, для того, чтобы сработали специи. Это может быть буквально 5 минут, и тогда мы будем работать с соусом дальше. Я сейчас подготовлю емкость для временного, так сказать, хранения соуса пока. Я сейчас возьму сито, которое мне понадобится для финальной работы, вот для завершающего этапа работы с томатным соусом. Вот аккуратненько греется, греется, греется. Соус хорошо греется. Сейчас я немножко его взбодрю ложкой. Достаточно затратная технология приготовления томатного соуса, потому что у нас здесь будут некоторые потери. Вы сейчас их увидите, друзья. Ну, классика часто предполагает вот такое вот некоторое пренебрежение продуктами, которые потом не используются дальше в этом соусе, а просто за ненадобностью выбрасываются. Ну, мы люди рациональные, конечно же, можно что-то придумать. Мы сейчас на эту тему, кстати говоря, и порассуждаем. Значит, вот. И теперь посмотрите. Вот. Меня интересует соус, друзья. Меня интересует соус и совершенно не интересует все то, что находится сейчас в дуршлаке. Вот здесь, носите. Здесь немножко нажму на овощи и на свиную грудинку, чтобы эффективнее удалить из них все остатки томатного соуса. И вот теперь мы имеем право сказать, что томатный соус готов. Вот он, томатный соус. Видите, у него густая, хорошая консистенция такого типичного соуса. И я сейчас его переложу в соусник. Вот так. Это классический томатный соус. Вот такая интересная технология. Что делать с этой штукой? Ну, конечно же, навряд ли это уместно выбрасывать. Можно отсюда удалить, например, тимьян. И все-таки сделать на этом яичницу. Яичницу. По сути, с беконом. Это будет очень неплохо. А можно все это, ребята, бросить в гороховый суп. Если вы варите гороховый суп, то можно все это в конце варки положить в гороховый суп. Хуже, как вы понимаете, не будет. То есть этому можно найти применение, несмотря на то, что формально оно было вот здесь и отдало только свои вкусы. Этот соус подходит к абсолютно любой еде. Он не вегетарианский, как вы понимаете, потому что там была свинина. Но вместе с тем он подходит к овощам, к жареным овощам, к овощам на гриле, к мясу, которое прежде всего жареное. Нагрилить бы в сковородке. И он подходит к нежирной рыбе. Ну, потому что жирная рыба, на мой взгляд, не совсем любит томатный соус. Дичь, наверное, нет. Утка, наверное, нет. Индейка, да. Курица, да. То есть весьма универсальный соус. Ну, потому что томатный соус действительно считается соусом универсальным. А теперь абсолютно иной томатный соус, который называется соус провансаль. Главный ингредиент здесь уже будет не томат. Ну, здесь будет, вернее, томатный продукт. Здесь будет уже настоящий живой помидор у нас работать в этом соусе. Сейчас я его помою. Значит, мне понадобится еще шалот. Я возьму, сейчас у меня здесь оставалось немного шалота чищенного. Возьму еще шалот небольшенький сюда же. Возьму опять чеснок. И все это сейчас помою. Помою и почищу опять. Вот здесь уже технология совершенно иная. Здесь уже абсолютно иной подход к приготовлению такого соуса. И вы сейчас, друзья, все увидите. Помидор помыл, пока он будет лежать у меня на доске. Все начинается с лука и чеснока. Значит, вот шалот. Я шалот нарежу сравнительно мелко. Здесь уже ничего в этом соусе процеживаться не будет. Поэтому я сейчас ингредиенты буду нарезать уже старательнее, чем в предыдущем соусе. Мелко шалот. Мелко чеснок. Я его сейчас раздавлю и нарублю. Провансаль. Знаете, что такое Провансаль? Это не майонез. Это соус провансальский. То есть он родом из Прованса. Это такая провинция Франции, где очень хорошие продукты овощного типа, в частности, где очень классные помидоры. И где самое лучшее в мире. Друзья, оливковое масло. Вот это очень важно понимать. Потому что я сейчас беру сотейник. Ставлю его на плиту. И наливаю в него хорошее оливковое масло. И не жалею масла. Я налью достаточно много масла. Этот соус как раз должен иметь в том числе такой хороший оливковый вкус. Французская классика, между прочим. Нагревается масло. И сейчас я в нем обжарю. Смесь шалота, которого больше, и чеснока, которого меньше. Когда я говорю поджарю, опять же, я имею в виду, что спассирую. То есть я сейчас прогрею все это без образования какой-либо корочки. Просто чтобы шалот и чеснок отдали свои ароматы оливковому маслу. Потому что жир, растительный жир, это всегда проводник вкусов. Ждем. Ждем некоторое время, пока они прогреются здесь. А я пока могу поработать с помидором. Я должен его нарезать кубиками. Я врезаю следы остатки плодоножки. И сейчас возьму в мисочку и сложу сюда помидор. Ну, помидор обычно, чтобы нарезать кубиками, резут на вот такие вот пластины. А потом пластину уже нарезают на кубики. Бруски и вот такие вот кубики. Вместе с семенами, вместе с кожей. Кстати говоря, что здесь помидор не нужно очищать от кожи. Вот, я поймал процесс прогревания шалота и чеснока. Корочки здесь еще нет. Вот здесь у меня белое вино. Белое сухое вино. Вина часто используется в соусах. И теперь смотрите, я выливаю сюда вино. Так это не жалея вина. И сейчас что будет происходить? А будет происходить процесс испарения вина. То есть сейчас вот отсюда уйдет алкоголь. Он идет с первыми парами. Алкоголя там уже не будет. А потом вкус вина будет нарастать, потому что мы будем вино испарять, испарять и испарять. Вот такие вот процессы испарения жидкостей очень важны для соусов. И очень часто используются процессы испарения. Они могут называться по-разному. Это можно говорить высаживать. Это такое старорусское слово. Высаживать имеется в виду испарять. Можно говорить редуцировать, то есть уменьшать объем. Потому что вот видите пар. Это все вино сейчас испаряется вместе с этим паром. Я хоть подышу для удовольствия вот этими парами вина, потому что еще спирт здесь есть. Понимаете? Ну все, уже спирт ушел. И вот теперь вкусы нарастают. Поэтому вот такие вот процессы испарения, выпаривания соуса, они крайне характерны для классики. В этом есть разумное зерно, потому что соус это вкус. И поэтому все ингредиенты должны быть менее жидкими. В них должно быть меньше влаги. Потому что чем меньше влаги, тем больше вкуса в жидкости. Вот видно сейчас, что уже вино достаточно хорошо выпарилось. И теперь я могу отправлять сюда помидоры. Ну посмотрите, у меня помидор сегодня, он имеет, скажу вам, друзья, хороший вкус. Потому что я знаю этот помидор. Я его попробовал. Я чувствую его запах, аромат. Я сейчас возьму, кстати, немного соли. Сюда немного сахара. Ну посмотрите, он достаточно бледный, это видно. Поэтому когда в твоем распоряжении есть хороший, но бледный помидор, мы абсолютно имеем право, мы имеем абсолютно полное право использовать немного любого томатного продукта. Нейтрального, без дополнительных вкусов. Чтобы немножко подкорректировать цвет соуса. Поэтому я беру вот то же самое томатное пюре, которое у меня работало в соусе, в классическом томатном соусе. И для цвета, исключительно для цвета, добавлю его в помидоры, которые тушатся в выпаренном вине, с шалотом и с чесноком. Помидоры, скажу вам, друзья, готовятся всегда весьма быстро. Поэтому я не буду здесь как-то уходить, прерывать процесс. Сейчас буквально еще немного, и, собственно говоря, соус будет готов. Мне нужно только попробовать на соль и сахар. Еще немного соли. Чуть-чуть сахарку. Комбинация соли и сахара всегда подчеркивает, между прочим, вкус помидоров. Сейчас я этот соус уварю чуть-чуть, чтобы он стал погуще. Ну, для того, чтобы он стал погуще, в конце я могу сюда добавить кусочек сливочного масла, дать ему таскать эмульсию. Вот я это сделаю чуть попозже. А пока соус выпаривается, я нарежу базилик, потому что тоже очень характерная травка для прованса, поскольку соус провансаль. Зеленый базилик. Листики зеленого базилика. И я их мелко нарублю. Пахнет базилик всегда очень интенсивно зеленый. И он совсем другой, в отличие от базилика фиолетового, который называется реган. Вот это зеленый базилик. Вот соус достаточно хорошо уже подгустел. Сейчас я убираю нагрев. И теперь беру кусочек сливочного масла. И просто вилкой его сейчас вмешаю в соус. Это такой заключительный этап приготовления соуса провансаль. Вот сейчас я его вмешаю. Он проэмульгирует и даст нам густинку. Вот помидоры уже потеряли свою форму, но они все бы, они проварились. Поэтому явные кубики, конечно, ушли уже. Их не видно. И последний штрих. Это вот этот самый базилик, который даст нам шикарный аромат. Завершающий аромат. Базилик. И все, тут же подавать, тут же подавать, потому что базилик именно в конце должен быть добавлен, чтобы не потерять вот абсолютно уникальный аромат. Вот посмотрите. Этот соус светлее. В нем зеленое вкрапление базилика. И этот соус хорош прежде всего к рататую. Потому что рататую – это овощное блюдо, характерное гораздо для Прованса французского. И прежде всего это рататуй. Но он неплох к курице. И он неплох к всем видам рыбы. А вот говядину и свинину я бы оставил в стороне. Так что смотрите, весьма простые соусы, казалось бы. Ну, простенькие такие цвета, ну, помидорные, томатные соусы. Но все-таки здесь использованы были достаточно сложные технологии. Выпаривание баз, использование бульонов, аккуратное обжаривание, пассирование продуктов. И достаточно большие наборы продуктов, как ни крути. Поэтому это лишнее доказательство тому, что приготовление соусов – это высший предплаж кулинарии. А я желаю вам высоких кулинарных полетов. Субтитры создавал DimaTorzok